Рабби Мейр Кахане Если бы, если бы, если бы Совершенно понятно, что интифата, в кавычках, не уменьшилась в масштабах и не ослабела. В Иерусалиме каждый день сжигают машины. Армия сообщает о резком увеличении числа нападений на территории Иудеи, Самарии и Газы, и евреи испытывают всеусиливающийся страх при поездках по этим местам. Усиливаются также нападения на евреев в границах государства Израиль. Для оптимистов, каким является господин Шамир, интифата, в кавычках, остается наиболее долго умирающим восстанием в мировой истории. Нет, причиной того, что интифата, в кавычках, отошла на задний план в заголовках статей, публикуемых в разных странах мира, является не умирание интифаты, в кавычках. Мир на время потерял интерес к еврейско-арабскому конфликту, скорее из-за невероятных событий в других регионах. И именно по этой причине хочется плакать из-за того, что мы упустили еще одну возможность. Посудите сами. Войска Соединенных Штатов осуществляли вторжение в суверенное государство, Панаму и CBS, NBC, ABC, CNN, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times и все прочие монстры, которых боятся евреи, лишенные веры, не имели времени ни на что иное. События большой важности потрясали Восточную и Центральную Европу. В Польше, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии и Болгарии происходили захватывающие дух изменения, которые вызывали восхищение всего мира. У кого было тогда время подумать об Израиле? Весь мир волновался из-за стремления Германии к воссоединению. Остаточный ужас перед Тевтонской мощью охватил Европу и Вашингтон. И кто в тот момент думал о «западном береге» в кавычках? В Румынии были ранены и убиты тысячи граждан этой страны. И весь мир был охвачен чувством гнева и протеста в связи с этим. И «интифада» в кавычках на это время перестала интересовать весь мир. Иначе говоря, исторические, бурные, важные события полностью овладели вниманием мира на это время. И вновь, уже в сотый раз, о, как это печально, Израиль упустил золотую возможность спасти себя. Подумай, еврей, что если бы? Если бы вместо жалкого двуглаво-безголового правительства, состоящего из людей с небольшой верой и еще меньшим видением, Сильное еврейское правительство, обладающее и видением, и верой, воспользовалось бы предоставившейся возможностью, Богом данной возможностью, в мире начисто забывшем о Ближнем Востоке, И убрало арабов с этой земли, Что если бы армия обороны Израиля взяла и молниеносно переместила бы огромные массы арабов в Иорданию и Ливан? Что если бы, наконец, евреи осуществили задачу, прямо связанную с их выживанием и формулируемую так? Они должны уйти. Что если бы евреи заставили их уйти? Что случилось бы в результате? О, дорогой еврей, ответ на этот вопрос таков. Ничего не случилось бы. Если бы у евреев наличествовал тот материал, из которого сделана вера, Если бы мы, евреи, были народом веры, истинной веры и уверенности во Всевышнем, Который обладает большими силой и могуществом, Чем все ограниченные существа из плоти и крови, перед которыми мы трепещем, Если бы мы были народом видения и величия, и душевной силы, и сильного сердца, Какими мы и были созданы, мы воспользовались бы этой богоданной возможностью И удалили бы из своей среды злобного и варварского врага, Который ежедневно мечтает лишь о том, как уничтожить еврейское государство. И весь мир не сказал бы ничего значительного. И Америка, вступившая в суверенное государство, когда речь шла о ее интересах, Причем сложившаяся там ситуация, отнюдь не угрожала ее существованию, Вряд ли смогла бы сказать хоть что-нибудь об Израиле, Вышвырнувшем арабов, угрожающих самому его существованию, В два государства, одно из которых разделено, по крайней мере, на шесть частей, С различным суверенитетом, а второе даже не является законным. Но чтобы сделать это, требуется великий народ, Который верит в божественное предназначение своей собственной судьбы, А для этого необходимы руководство и правительство, Обладающее величием и способное повести народ к вершине этой божественной судьбы. Чтобы случилось такое, должно произойти чудо, превосходящее наше воображение. Карлики эллинизма и отхода от еврейства должны уйти, И добиться этого можно только одним способом. Через референдум, законную революцию, Которая сметет новых неевреев и вернет евреев прежних. Сноска. В этот период у власти находилось так называемое правительство национального единства, Ликуда и партии труда, С ротацией Переса и Шамира в роли премьер-министров. Конец сноски. Конец. 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 Конец.